Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Журсунов Рустам, я являюсь уполномоченным по защите прав предпринимателей. Сегодня мы находимся в городе Кокшетал, Акмолинская область, в рамках визитов регионы, посещения регионов. Сегодня с утра мы провели прием граждан, на приеме было порядка 11 вопросов поднятых, различного характера. Есть вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, это в первую очередь требования к получению водительских прав категории Д, вы знаете этот вопрос, он имеет свою историю, мы неоднократно поднимали этот вопрос. К сожалению, до сих пор мы не нашли еще решения, но мы не опускаем руки, мы будем дальше продолжать работать. Сегодня поднимались вопросы ГАСКО, ну буквально тут же на совещании удалось решить эти вопросы, поддержки химической отрасли, вы были свидетелями сегодня, разговаривали, вопросы защиты прав предпринимателей при взаимодействии с агентством по защите конкуренции. Там действительно есть основания полагать, что есть спор, мы будем его рассматривать на центральном уровне с руководством агентства по защите конкуренции. Сегодня мы имели возможность встретиться и детально обсудить с руководством Акмолинской области, с Акимом Ермиром Барабаевичем, обсудили социально-экономическое развитие региона. Действительно, очень серьезная динамика, впечатляет нам, это очень нравится, увеличение количества субъектов бизнеса, увеличение инвестиций в основные средства, для нас это очень важный показатель. Мы его оцениваем, насколько бизнес верит в будущее, если он вкладывается средствами в основной капитал, значит он чувствует себя комфортно. Разве обсуждали вопросы авиаперевозок сегодня, это возможность открытия авиасообщения между, как считало, и приграничными российскими городами. С учетом текущей геополитической ситуации, действительно нам необходимо понять, это непростой вопрос, он двухсторонний. Мы взяли к себе в повестку работы, буквально на следующей неделе начнем отрабатывать с уполномоченными государственными органами, как помочь бизнесу наладить это сообщение. Мы в первую очередь это увязываем с повышением туристического потенциала Акмолинской области. Сегодня мы обсуждали вопросы газификации, в том числе региона, тоже непростой вопрос, и руководство региона, и мы будем содействовать ускорению решения этого вопроса. Можно я задам? Да, пожалуйста. Рустам Арбекович, вы задавали вакимать вопрос, касательно налога, обложения, в том числе снижения розничного налога. Вы удовлетворены? Да, вы знаете, руководство Акмолинской области, оно действительно чувствует бизнес, оно вовлечено, оно знает все эти вопросы. Вы знаете, с этого года действует новый налог, розничный налог, мы возлагаем на него очень большие надежды, и та статистика, которую мы сейчас видим, дает основания полагать, что он будет популярным. Вот, вместе с тем ряд предпринимателей поднимает вопрос по снижению налоговой ставки. Дело в том, что у розничного налога сейчас предусмотрено две ставки, 4,8%, 4% при реализации товаров, работы, услуг физическим лицам, 8% юридическим лицам. Ранее действующие, точнее, те субъекты бизнеса, которые сейчас переходят с упрощенной декларацией, вы знаете, там 3%. И арбитраж вот этот ставок достаточно высокий. Мы сегодня подняли вопрос о снижении. Дело в том, что согласно налоговому кодексу, местные представители органов власти имеют право до двух раз сократить. То есть, соответственно, 2,4%. Подняли вопрос, Ермек Боробович с пониманием отнесся, сказал, что будут обсуждать, проводить консультации. Лично его мнение, что это нужно сделать и что он поддерживает. В частности, знаете, как раз обсуждают обновления в налоговом кодексе. У вас есть доступ к палате, верхней и нижней, чтобы донести? Да, естественно, это наша рутина, это наш бизнес, мы с этим работаем. Естественно, мы знаем про этот законопроект, но понижение уже предусмотрено. То есть, это вопрос, который решают местные маслехаты. Соответственно, эту работу мы договорились совместно с региональной палатой, нужно провести с депутатами маслехаты Атмольевской области.